Мы начинаем нашу главу УМБО. Мы находимся в середине египетских казней. Хотел бы коснуться одной принципиальной темы. Об этом пишет наш учитель Ромович Хайбутсатур в начале своей великой книги «Калах Петха и Хухма». В первом главе он объясняет, в чем было очень принципиальное заблуждение. Вообще, отрицающих божественные наблюдения всевозможных и в народах мира, и в нашем народе. Они признавали, что Всевышний создал мир. Но считали, что Ромович Хайбутсатур вставил его желание, чтобы он как бы крутился сам по себе. И это то, что наша Тора категорически отрицает, это то, что реально открылось нам при выходе из Египта. Всевышний создал мир, и он этот мир не оставил. И тут есть одна очень принципиальная идея, когда мы просто поняли, что, допустим, человек делает стол. Ну, допустим, есть столы, которые пережили своих плотников на много-много лет. 100-200 лет с этим столом, а когда-то, как их, надо сказать, плотник уже давно в могиле. Вот говорит этот гостер на Творце нашего мира, что если все его творения, если один миг, один миг прекратилось в божественное влияние на мир, мир бы просто исчез. То есть, что Творение существует по столько-поскоку, сколько Всевышний постоянно изливает на свое желание, чтобы он существовал. И поэтому существует так, как Всевышний этого хочет. И особенность и причина, почему, так сказать, все, что происходит в мире, оно неотрывно от божественного наблюдения. И почему, допустим, стол может существовать без плотника, а мир высовываться не может? Потому что стол, он плотником не создан. Плотник собрал какие-то другие вещи. Он не является первой причиной стола. Стол есть материалы, есть, не знаю, дерево, есть гвозди, есть шурупы, есть клей. Он просто собрал то, что есть. А Всевышний, он источник всего. А в источнике всего, когда Ильич отрывается источник, это их или они не существуют. И после этого маленького предисловища коснутся, коснутся немножко одной детали во всех знамениях Мошара Бейну и, в частности, во всех казнях. Первое знамение Мошара Бейну, которое он показал, это было, как посох обратился в змея. Этот реагировал, фарон, как известно, в Ираджесе сделали то же самое. Но было только маленькая деталь. Мошара Бейну обратил все это обратно. И потом, и потом в его посох поглотил всех их, так сказать, змеев. В чем тут идея? Это очень простая. Когда Всевышний властвует над всем, в четвертой части, допустим, стрела, которой выстрелил человек, и стрела, которой выстрелил Всевышний. Когда человек выстреляет стрелой или пулю, он у них никого не власти, она летит дальше. Он ответственный, безусловно. Но ответственный, без первого удара, стрела Всевышнего и меч Всевышнего, она подобна мечу. В том смысле, что, как и меч, находится постоянно в руке того, кто его держит. Так и стрелы Всевышнего, они не отходят, не отрываются от Всевышнего. Об этом есть буквально прямой текст в книге «Дворим». Сейчас не наша тема тогда будет. И, в принципе, если мы просто глянем на все десять казней, было предупреждение, была казнь, то уже спрашивает фарона, а когда вы прекратите, когда, в кое-время, что. В чем смысл всего этого? Просто показать, что воля Всевышнего, воля Всевышнего, она источник всего. И он волен также казнить, и он может, волен также пригодить казнь. Это первое. Второе – это то, что было видно в этих казнях, они коснулись египтян, не коснулись эраев. То есть, в чем тут идея? Это очень простая. Но есть такое понятие «Ашгаха кралит» – «Общее наблюдение», «Ашгаха против частного наблюдения». Вот пример, что на «Ашгаха кралит» – «Общее наблюдение» – это то, что Всевышний каждый день восходит Солнце. И это Солнце светит одинаково и праведником, и преступником. Это «Общее наблюдение». То есть, это то же самое, Луна и так далее. Есть разные, разные, есть другие вещи. То же самое, допустим, то, что происходит в мире, оно иначе касается праведника, иначе касается грешника. То есть, когда одновременно, против «Ашгаха против частного наблюдения», а не «Ашгаха кралит». И это то, что, в частности, нам раскрыл Всевышний в этих египетских казнях, раскрыл это Египту, раскрыл это нам, нашим предкам. Это запечатлено в Торе, в веки веков. Просто мы сейчас находимся в Доме учения, видеть, что такое божественное наблюдение над миром. И тут есть одна очень принципиальная вещь, чтобы просто перейти на одном ярком примере. Есть яркий пример божественного наблюдения над праведниками. Именно в ситуации, когда действительно нас окружает эстерпаник, сокрытие божественного лица. И я об этом не раз говорил здесь. И я поговорю там еще раз. Очень важная тема. То есть, есть ситуация, когда вроде бы, в той же самой общей ситуации, когда вокруг очень плохо, праведники уже стаиваются особое наблюдение, которое выделяет тихость из того, что происходит. Это просто один очень такой, очень поразительный пример. Пример очень известный, но чуть просто услышали его. Есть удивительная история нашей великой Ишивы, Ишиватмир. Наши божественные, я там учился, это все, знаете, Ишивы, она предложила всему евреевистскому народу. Вот удивительная история в том, не просто в спасении во время Второй мировой войны, а в некоторых его принципиальных деталях. И это детали, которые еще просто коснутся. Есть известное место, мы здесь обсуждали его, когда Ицак хотел бы дать Брахо и Саву, приходит Яков переодетый в шкуры, в шкуры, и в одежде Исава. Говорит Ицак, Аколь-Коль-Яков, Голос-Голос Якова, Вреда и Медеи Сава, Руки-Руки-Сава. И у этого места есть несколько трактовок. Одно из них самое простое, обычно это трактование его, то, что приводится в Талмудзе, то, что тогда, когда голос Якова, то есть голос Торы, голос молитвы, он звучит со всей силой, то на нас, нами не властвуют руки Исам. Вот. Но я, вот, когда понял в себя еще одно понимание этого места, это очень актуально, когда в эту субботу мы отмечали начало войны Берсидского залива, первой войны, 23 года тому назад, она началась на нашей земле именно третьего швата. Это была эту субботу. Надо же коснуться этого тоже, может быть. Спасибо. И я там, мы здесь, на святой земле, видели это уникальное чудо, о нем, может, несколько слов потом, только как-то пережили это. Как руки Исавы, что такое руки Исавы? Это американцы, это Исавы. Где его еще сейчас искать, если не там? Как руки Исавы местили и поражали наших злейших врагов в самый лучший образ как только можно? Качественно. Качественно. И это меня задумало, что есть у него поступка другое еще объяснение. И я нашел в этом источнике. Сказано так, можно повторить, «Коль, коль Яков, яда ими да Исав. Голос, голос Яков, а руки, руки, руки Исав. И что имеется в виду? Скоро-то иначе. Когда голос Якова на особой высоте, то не просто руки Исава на имени властвуют, а руки Исава, они ограждают и служат Якову. Это то, что мы видели со своими глазами. То, что мы видели, мы просто это поняли, что это тоже везет этого места. Это везет несколько мест в туалет, то, что я сейчас говорю. там говорится в том же месте, что Исак в итоге дал Браху Исаву и сказал ему, что брата ты будешь жить, будешь своим мечом и будешь служить своему брату. и это четкое объяснение. Своим мечом, каким образом ты можешь жить своим мечом, жить по-настоящему, не измечнуть будет служить твоему брату. Это буквально понимание посылка. Аколь, кол, яков, ядаем, ядаем, ядаем. Давайте сейчас просто есть и другое понимание этого посылка и царствуют руки Исава, ядая Исава, тогда есть голос Якова это плач на особо народа. яков, тогда плач Якова, когда властвуют руки Исава. Тоже напомню, это морал в Гитине. И давайте просто увидим, как есть этого посылка и совершенно противоположное объяснение. Первое, это плач Якова, когда действуют руки Исава. А второе, когда есть голос Якова, как положено, со всей силы, своей мощью, то тогда руки Исава ограждают наш народ. Когда мы-то видели, что руки Исава ограждают наш народ. Да. Да. Исава, когда я помню, когда с городом Шапира, дай бог здоровья, он мне сказал, что я посмотрел секрет Абудазара, там есть такая сухия, отношения между рабами, нашими великими рабами, данными сын, составитель Мишны и Антонинуса. Антонинус был римским императором, который почитал Яков, почитал раби и буквально просил его, чтобы он поднялся на свою ложе и раби, тем, чтобы он наступил на него, как на ступеньку. Он не хотел зателать из-за квода Малхуд почитать царство, но это то, что просто в отношении Антонина Сократа. Есть вещь просто объясню, есть очень, я нашел там очень четкое объяснение, есть Масехет Брахот, такое очень интересное место, там есть несколько листов гморы приводят молитвы наших величайших мудрецов Мишны и Гморы, которые они молились после Шмана Айсера. Там приводится одна из молитв, молимся ежедневно после Брахот Ашаха. Вроде все вычисли сегодня, в этот день, всяких врагов, всяких того, всяких целей. Это все знали эту молитву. Приводится все после Брахот Ашаха. Мы говорим ежедневно и почти ежедневно, но не после Шмана Айсера, а после Брахот Ашаха. Там это приводит Гмора вот это вот место. Молитву молился Рэбби, тот самый Рэбби, который его посчитал и дружил Антонинус. Там Гморад вовляет еще несколько слов. Я просто говорил русский язык, русский на армейском и прочее. Рэбби говорил эту молитву, хотя его постоянно охраняли стражника Антонинуса, что никто не дай Бог не упал. Казалось бы, зачем нам молиться этой молитвой? Очень просто. Именно в силу его гволоса Якова Антонинус его прислуживал, обслуживал и Станус его ограждал. Вот пример из Таммуда, как руки Исава служат Якову. И причем в каком месте служат Якову? Обязательно раби был оставлен на мишу. Понять достоинства раби я просто посылаю глянуть последние полтора дафона и говорит кто будет? Не последние, но в последнем конце кто будет? Увидишь, что такое имеется раби. Называли мудрецы из тех времен рабы, когда великий святой учитель. И вот есть удивительная вещь, что там, где действительно была Тора всей силой, всей силой, там действительно мы видели, наблюдали руки Исава, обслуживающие наш народ. Я приведу краткий, так сказать, немножко, то, что мы знаем последние 20 лет. Мать Ишивот, Ишивот Волошин. Рабхайм Волошин основал Ишиву, местный граф, или как там, местный феодал, был хозяином, так сказать, вложенной всего окрестностей. Он случайно посчитал и уважал Абхайм Волошин, практически он каждую неделю с ним советовал отцов. Он помог всем, чем можно было, помогал ему всю жизнь, чтобы он мог строить Ишиву и так далее. То же самое продолжалось с их сыновьями. Родиться Волошин и сына этого самого феодала. Это действительно еще Волошин было место, где был голос Якова на очень большом высоте. Но самая поразительная вещь, это была история сечет мира. Почему она была поразительной весной? Потому что действительно было тогда, после начала Второй мировой войны, была ситуация, когда руки Исава получили самую страшную силу, когда рядом был. Волошин был вокруг, была ситуация, когда властвовали руки Исава, руки Малека, и был вокруг стоял непрерывный плащ еврейского народа. Казалось бы, это совсем не время того, как, не время тому, что проявилось так же, что там, где есть голос Торы, там руки Исава будут ходить еврейский народ. на это именно то, произошло. Как известно, это знаю из первоисточника почти, когда Швядер Мир спасался, пытался спастись через Японию, кто им помог, кто им помог. Консул японского посольства в Ковно, он был немец, более того, был, считают, что был агентом Абвера, он был поклонником Гитлера, более того, большим поклонником Гитлера, но маленькое, но в особенности чудо колоссальное, он не был антисемитом, это такое совпадение, оно такое, оно нерациональное, так как говорят. Так вот, в этот мир учился один парень из Германии, его звали замочный зубник, его знакомый, приезжался, его сын, мой близкий друг, живет не далеко от нас в работе. Папа приезжал сюда и с ним познакомился, папа его учился, еще учился Рабахон Абасар Моробранович, потом попал в мир, и когда речь шла о бегстве и спасении через Японию, то так как в консульстве был немецкий секретарь, он был выходцем из Германии, так он пошел с ним общаться на родном немецком языке. Они очень подружились и вместе выписывали визу. Потом пример, такой очень живой пример, как руки Эсава, буквально ставить печать на визу, руки Эсава ограждали и спасли место, где голос Торы был на самой высокой высоте. Что я сейчас имею в виду? И важно просто понять это величие божественного направления мира, когда с одной стороны мира суда настолько яростно против рейского народа и были причины не было просто так. Это было причины предъявили Йосемея, Хрикабицхай, это кажется, что были причины, это не просто так. Она вышла из места, то есть сейчас мы опубликовали статью про Фейншина Фойла Гирша, когда наши братья нас преследовали всеми силами в Германии. Преследовали ищевод, эти бритая евреи, это вещь не новая. Это еще известно из Германии. Тогда, когда мира суда была очень яростно напротив рейского народа, из Германии, то, что делали евреи-коммунисты в России, было непросто, как говорят. И вместе с этим буквально в том же самом месте, это не было в других местах, в том же мире, руки Сава окружили место Торы и провели его через всю Вторую войну, через катастрофу. И руки Сава в всех отношениях. есть кто-то дал предстояние в следующий год, ближайшие союзники Гитлера, японцы. Почему я сейчас говорил об этом? Просто, чтобы просто увидели эту вещь, в чем проявляется божественное поведение постоянно в нашем мире, в том, что с одной стороны, может быть, одновременно у одного тьма, тьма египетская, другого свет. Одновременно. Почему? Потому что Всевышний это не законный природ. Всевышний нами властвует по то, что называется АжГХ протид, индивидуальному наблюдению и управлению каждому, как ему полагается. И то, что в частности наш народ видел при выходе из Египта. Я сегодня напомню, что у нас был год 23 года назад был тень, когда началась на святой земле эта война Пельсидского залива. Я позвольте сказать одну вещь, я думаю, что я имею право это сделать. Наш великий учитель Абхайм Шмуревич он называли Сиземную войну, так называли Сиземную войну, он был категорически против этого названия. И что тот так называли это, что происходило. Сиземная война была много лет назад. Мне тогда было 13 лет, 47 лет назад. Это кроме вас все еще никто даже не родился. Напомню, это хорошо. Так и обходящийся говорится, называется неправильно, называется правильно называть это шуат, шестидневное спасение. Иначе это просто искажение фактов. если вот так говорят про войну с седерного дня, что он говорит про войну с Бразильским заливом. Это было просто поразительно. Двух аспектов. Один, который касается нам, нашей главы. То, что проявилось со всей силой, как руки нас ограждают, это я уже коснулся. помню, еще хорошо там была такая маленькая деталь, это касалось следующей главы, Башиллах, там сказано там всемишние мыше, что он будет воевать за Израиль, а вы молчите, вы молчите. Там всякие, много людей, которые здесь на Израиле хотели руки чесались по пути воевать. Он сказал четко, вы молчите, я воюю вместо вас. У нас глава Башиллах, следующая наша глава чудесное сообщение, как саудовская авиация бомбила ракетные установки, направленные против Израиля. просто поцеловать это сообщение, просто видеть, что Всевышний мир управляет. То есть это действительно, где сейчас Исавия, не Исавия, но как известно, что арабы не наши самые лучшие друзья. Они поражают друг друга, причем изначально поражают, все знают, что правда против Израиля, это очень непросто. И мы сейчас обратно. Тут есть поразительная вещь, это упрямство фараона. Упрямство фараона. Первые пять казней он сам как лезно рожал. Потом уже его по том пути, который он хотел идти, увели дальше. Это мы тоже наблюдали со всей силой с этой войной Берсидского залива. История была очень интересная. За девять месяцев до этой войны выродок Саддам Хусейн провозгласил это всей силой, что он сжет половину Святой Земли. Один план. И я думаю, что эти слова зачлись ему. Потому что когда есть преступники, то Всевышний засчитывает их двумые замыслы как поступки. И я скажу честно, эти слова были волнительными, но не было так просто. Я помню, когда он говорил перед Паисахом, помню мою реакцию на это. Человек думал про себя, что там нового. Говорил на Баскальной о годе в каждом поколении это уничтожить. Ну так речь постоянно. Подумал про себя, что не так. Есть ситуация, когда Всевышний даже не дает им слово сказать, даже не говорят. Есть, когда есть явный вопрос. Это что-то сказано. И потом я нашел очень интересную вещь. Парпич Сабахона Васерман очень страшная вещь он пишет, что когда нет пророчества, то Всевышний вкладывает слова порицания и предупреждения нашему народу в уста наших ненавистников. Я приведу просто один пример. Это очень страшный пример. Как с вами говорил Африкус на Тишабах. Система законов Германии постепенного запрещения евреев вмешиваться в германскую жизнь. Гитлера власть все эти законы были такими что по большому счету евреи бы соблюдали торм не было нужды в этих законах и не так бы не было запретить им кушать в немецких ресторанах как будто без этого можно кушать запретить жениться на еврейках как будто без этого можно не жениться то есть все эти законы гидерского рейха они буквально отражали то что евреям и так нельзя было делать это страшное порицание которое было вложено в уст этих негодяев слишком мягко сказать постанников сатаны это было самое точное произведение я помню хорошо первая реакция было что вроде бы ничего нового топорного нет почему говорят все высшие права голоса говорить и было не так просто 4 месяца после этого 4 очень хорошо эти дни сообщение что за 6 часов задам посей в армию оккупировали Квейт 6 часов первая реакция сказали что дата адам так тах дал человека вместо тебя сказал гим гумараш дал вместо тебя не считай адам человек читай дом дом про себя вот всевышний дал этому ненавистнику нашему приманку вместо нас он подсунул на Квейт он приманку можно сказать он проглотил проглотил я помню еще хорошо эти полгода напряженной ситуации когда собиралась международная коалиция против Ирака и я помню себя перед войной когда была очень напряженная ситуация когда здесь помню недели две до начала войны все кто мог отсюда сбежали это тоже божественное проведение почему было очень большая иммиграция из России люди нужны квартиры так все кто мог всевозможное отсюда съехал или квартира помню еще хорошо чего я боялся я боялся что вот выродок Саддам Хусейн он он примет ультиматум и уйдет из Квейт если он это сделал так он сделал из себя главой арабского мира и мог поэтому прийти воевать с нами но этого не сделал пошел на рожон воевать со всем миром но чем такого вы это знаете это было первое великое чудо что действительно буквально как фараон против всех предупреждений он стоял на своем и не сдался и попался попался но я помню сказать я помню когда началась война в Плесисском заливе я помню хорошо нам позвонил где-то в пол второго в два часа ночи мой тесть очень взволованный началась война Багдад я как раз наоборот проснулся с очень большим удушевлением духа поэтому это было сообщение и уселся читать или что ты что бы хорошо было что бы было сядочное и в итоге постепенно вся моя семья более взрослая часть что-то почувствовали в воздухе постепенно вставали и начинают старшую дочь и дети и так далее и вроде было состояние войны а потом через день после этого начались ракеты я этого не ожидал когда вода с ним уже кончилась какие-то ракеты потом понял что на самом деле эти ракеты это было чудом большим чем первых это было поразительное то есть эти скады которые падали на святой земле каждая из них несла четверть 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 дверчатки значит когда парня в городе возносила квартал и это было естественно это не здесь одному вокруг стелло здесь одному все эти вот ракеты когда есть Мохаммаса и так далее хизба это игрушки все эти скады просто игрушки мне просто четверть там звучат это не игрушка и шел упразительно я просто слышал и слышал от очевидцев я не присутствовал что люди приезжали в момент места падения скадов три скада пала в Рамадгане еще вокруг все разрушено сейчас десятки жертв сотни раненых люди спасались чудесным образом был один случай когда погибшего очень известный какой-то очень злостный нажитель субботы он сажал по-моему несколько раз компаний нажатчих суббот его поразил скад он был в бомбоубежище с противогазом и там его нашел скад это был единственный человек который погиб от ракет единственный тут было 39 скадов как известно Тель-Авив это не очень такая маленькая мишень не очень маленькая мишень 39 скадов упал на святую землю был один погибший несколько были ранены конечно но это было единственное единственное тот же был человек который нашел скад даже даже был убежище это было опять же величайшее чудо когда с одной стороны видишь поражение разрушенный квартал а с другой стороны видишь как в этом разрушении в этом вот в этом ударе в этом ударе всевышний аграр всевышний охранял охранял и оберегал людей в те времена была такая интересная дискуссия между Равшахом и так мог здоровья Равшахом Каневской Равшах считал что на браке надо надевать противогазы и все прочее вот хангинский считал что не нужно не нужно все это мы сказали что он потеряет Равшаху я знаю что то что Равшах не знает что же а что именно потому что есть заслуги Равшаха это граждает на брак это я знаю этого не знает это два слова в память о тех событиях на самом деле не касаются наших глав потому что когда Всевышний видимо отягощает сердце человека он идет ну упирается как известная по русски поговорка два барана и гибнет единственное что я скажу одна вещь тут есть такая тонкая вещь которая нас касается и так просто нам от нее так сказать спастись известная вещь что египетский фараон в наших книгах символ дурного начала символ дурного начала часто у нас мы можем получать много много разных ударов в момент ударов мы думаем мы сейчас справимся мы сразу будем лучше будем молиться иначе учиться иначе будем стоить за языком и т.д. и т.п. друг расходит облегчение а ничего страшного поехали жить как раньше как раньше и наш дурное начало прекрасный ученик фарона действительно полноценный ученик фарона и нам надо научиться действительно а не скажем просто одна вещь мы живем с одной стороны в период сокрытия божественного лица буквально в нашем но при всем при этом в мире в котором мы живем то что я вижу за свою жизнь видно очень много ажгаха ажгаха пройдет частного наблюдения и видно много человек может захотеть это обидеть а может не захотеть это обидеть более того из большой правил что священный обращается с человеком мера за мир мера за мир человек верит во всевышнего верит в индивидуальное правление ажгаха пройдет и он именно так все AirPods все отрицает и даже не отрицает в смысле он не опекирует в теории но реально это в жизни его не касается он живет он об этом не думает скажем так конечно конечно меня все правильно ведет посмотрите но реально его не касается это реально реально это не будет его касаться что это значит јд управляться скрыто. Что значит скрыто, я объясню. Это очень, ну, не самый лучший способ правления. Объясню какую вещь. Не дай Бог, есть какая-то катастрофа. Если человек управляется открытым правлением, то если он сейчас не заслуживает наказания, он будет спасен. А если он управляется скрытым, то для него не будет делано исключение, скажем так. Если по каким-то причинам в доме должна появиться бомба, и он там будет, то он его бросит тоже. Почему? Потому что он не достоин личного правления в том смысле, что для него что-то все еще сделал, особое что-то сделал для него. А вот он говорит Рамбам, Марину Рухим, он говорит, что следующая вещь. Это то же самое место, это то же самое место, где приводится начало, и приводится начало, что приводится в Шухана Рухи. Сказано Рамбову, что человек должен представить все еще перед собой постоянно, потому что человек, который живет перед царем, убьется иначе, чем даже за ним перед царем. Там, говорит, это место из Рамбам, из Марина Рухим. И там же Рамбову еще вещество добавляет. Он говорит, что следующая вещь, что как по-настоящему жить со Всевышним. Человек должен быть связан, его голова, его сердце должны быть привязаны к Высшему разуму, имеется в виду Всевышнего, имеется в виду Тора Всевышнего. И человек живет постоянно привязан к Высшему разуму, он оставивается личного наблюдения, и все бега этого мира его лично могут не коснуться. Если же он так не живет, он предоставлен, так сказать, общему наблюдению, и тогда для него лично никто не будет особо, если даже не чудеса, особо попытки его спасти, когда будет какое-то бедствие принято, когда Всевышний, какое-то бедствие бросит мир, то не будет причины его забрать, в этом месте окажется. И поэтому тут очень многое зависит от нас. Я приведу, я это много раз привозил, потому что слышал о своих мужчинах, была одна женщина, которая говорила, что женщина уже пожилая, говорила примерно так, что большинство вещей, которое происходит в мире Всевышний делает. Спросили, а что с большинства нет? Это ампикорство, это ампикорство, это ампикорство, это ампикорство, это вера. Нет, сказал ни в коем случае, что делал Всевышний? У большинства вещей это видно, это видно в глазах. Нам просто, хотите это увидеть, надо вам доверить, этот человек свидетель увидит, увидит это. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok